Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге не только, расскажут корреспонденты телеканала и я, Екатерина Хигай. И вот главные темы выпуска. В Оренбургской области для движения закрыты 4 моста и один участок дороги. Оренбуржцы жалуются на лужи в городе. В центре настольного тенниса прошло первенство Приволжского федерального округа. Об этом и другом далее в выпуске. В Оренбургской области усиливаются паводковые проявления. По данным на 13 марта для движения в регионе закрыты 4 моста и один участок дороги. С 13 марта прекращено движение транспорта на втором километре подъезда к селу Медведка от трассы Оренбург-Самара в Тотском районе в связи с переливом талых вод через проезжую часть. Из-за подъема уровня воды в реках и подтопления по данным на 13 марта закрыто 4 моста, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения. На всех закрытых участках установлены временные дорожные знаки и ограждения. Получить оперативную информацию о затапливаемых мостах и участках автодорог, а также возможных путях объезда можно на интерактивной карте главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области. Вода – источник жизни, а для автовладельцев причина ремонта машины. Особенно для тех, кто ловит ямы на дорогах, скрытые под лужами. Ежегодная проблема – талые воды и неработающие ливневки. Насколько остро стоит эта проблема, расскажет Роман Ланцев. Улица Терешковой, улица Первомайская, проезд Нижний, переулок Дальний – многие оренбуржцы с легкостью дополнят этот список. Причина всегда одна – снег тает, ливневки либо не работают, либо не справляются с талыми водами, поэтому улицы превращаются в каналы. И многие оренбуржцы практически вплавь добираются туда, куда им нужно. Для некоторых горожан радость весне уступила место негодованию от больших луж. И если в детстве лужам мы радовались, то сейчас косимся на них с опаской. Под толщей воды легко можно нарваться на выбой на дороге или открытый люк. Ни то, ни другой радости не прибавит. В худшем случае прибавит расходов, как, например, водителю из Бузулука. Очень опасно. Эта подвеска остается прямо там же, где и проехал. Вот, поэтому я считаю, что таких луж не должно быть. И ям под этими лужами тоже. У нас, получается, каждую весну асфальт тает. Просто он растаял, как снег вместе со снегом. Поэтому, ну, я считаю, что это очень отвратительно вообще. Уже больше 20 лет живем, и у нас каждый год вот так. И даже летом, когда дожди вот сильные, у нас постоянно там вода стоит. Вся вода вот эта идет в эти дворы. И все. Дети в школу, со школы, садик. У нас же все вот тут находится. Там-то ничего нет. Конечно, обходить приходится очень далеко. Я вот, получается, на Комсомольской живу. Первое мы ее сделали. А, получается, Полтавская, где улица идет. Вот я сейчас только ехал, прям просто в яму, как заехал. Я не знаю, там что с подвеской, конечно. Но чувствую, надо уже ехать в сервис. За этими домами вот на дороге там постоянно. И здесь тоже постоянно вода. Здесь живу второй год всего. Второй год, а эту лужу вижу. Администрация города уже отчиталась, что коммунальщики на объектах и работают. Минувшей ночью воду откачивали на улицах Солмышской, Насыпной, Амурской и Журевского в поселке Ростыши. Помимо этого, чистили от снега обочины, заездные карманы и тротуары. Здесь я не видела ни разу. А за домом там убирают, да. Качают. Вот уже какой день, всю ночь качают воду. Делают, конечно. В прошлом году там что-то делали, снимали. Видео замечали. Работали вроде бы на пять так же. Разлив. По данным администрации, сегодня работа по ликвидации луж и противопаводковые мероприятия продолжится. В частности, в южном районе города, на улицах Карачинской и Илекской, а также в поселке Солнечном и авиагородке. Помимо этого, продолжится санитарная уборка улиц города. В регионе с начала весны стал дешевле бензин. Жители Оренбурга уверены, что снижение цен на топливо задержится ненадолго. О ситуации на заправках расскажем далее. В частности, разговор ведется о марках бензина АИ-92 и АИ-95. Еще раньше стало дешевле дизельное топливо. Оренбургстад отмечает, что если в конце февраля стоимость литра АИ-92 составила в среднем в Оренбурге 46,92 рубля, то теперь ценник упал на несколько копеек, до 46,55 рубля за литр. АИ-95 спустилась в цене с 50,32 рубля за литр до 49,77 рубля. Дизельное топливо с 58,42 рубля за литр подешевело на рубль почти на 1,8%. Копейки, но все же. Стоимость бензина АИ-98 пока превышает в регионе 59 рублей за литр. Но, что интересно, ценники на бензин изменились в регионе только на заправках Орска. В Оренбурге подешевело только дизельное топливо. Жители города уверены, что снижение цен на топливо задержится в городе ненадолго. Ну вот для сравнения, бензин 92, возьмем в дом заправки, на прошлой неделе стоил в районе 46,70 рубля. На этой неделе он подешевел незначительно каких-то 20 копеек. Ну как бы мелочь, но все-таки приятно, но все знаем, что цены как бы у нас нестабильные, поэтому, скорее всего, он будет только дорожать месяц к месяцу, год к году. По сравнению с предыдущим годом, бензин в марте на АИ-92 и АИ-95 подешевел. Стоимость дизельного топлива АИ-98 и выше, наоборот, выросла. Так, стоимость АИ-92 снизилась на 49 копеек, а АИ-95 на 75 копеек. Дизельное топливо, наоборот, выросло в цене почти на 4 рубля, а более высокие марки бензина на 1,5 рубля. Что интересно, в основном цены меняются в Орске. В Оренбурге они практически остаются неизменны. За счет этого статистика по области и снижается. Будет ли повышение или понижение цен на топливо в Оренбурге в будущем, покажет время. Валерия Поносова, Олег Берензеев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге в центре настольного тенниса состоялось первенство Приворского федерального округа. Спортсмены до 13 лет боролись за звание лучших. Кто победил в первенстве, расскажем в сюжете. Первенство по настольному теннису охватило около 170 ребят из 9 регионов Приволжского федерального округа. К примеру, Даниэль Исламов занимается настольным теннисом уже два года и мечтает стать первой ракеткой мира. На этих соревнованиях нашел много друзей даже среди соперников. Почему тебе нравится настольный теннис? Потому что он много мышц дает, и чтобы у тебя ноги работали. Теннис очень полезный и интересный вид спорта. Помимо того, что здесь он не только выигрывает, это развивает мышцы, выносливость, терпение, которое ему всегда пригодится в жизни. Мне интересно, тут все быстро очень происходит, и мне нравится этот спорт. Приволжский федеральный округ – один из самых сильных в стране по настольному теннису. Это отмечает орбитр международной категории Константин Болдов. Самые сильные центры в Казани, Самаре и Оренбурге. Сейчас вот от этих соревнований среди мальчиков 21 человек попадает на Россию, а среди девочек 19, а всего там будет 48. У нас центр вообще считается точным-то в России из лучших, но и даже некоторые говорят, что и в Европе такого нет. У нас началось строительство интерната рядом с центром, и тогда это будет уже у нас академия настольного тенниса. Многие просят из других областей, знают, какой у нас уровень тренеров, точнее вообще, какие у нас условия. Все просятся, но жить негде. Вот когда построят этот интернат на 60 мест, то у нас как бы уже работа еще более будет продуктивная. К примеру, в прошлом году оренбургские мальчишки из четырех возрастов стали победителями почти всех соревнований по настольному теннису в России. Оренбург может по праву бороться за звание столицы настольного тенниса, потому что традиции на сегодняшний день ни в одном регионе таких условий нет. Конечно, мы очень благодарны поддержке компании «Газпром», потому что без ее участия такие проекты достаточно сложно регионам реализовывать. Но так как база создана, уже много-много лет сформировался и пул тренеров, и это все помноженное на вот эти вот сооружения и будущую нашу академию, которую мы уже заложили совместно. Пока юные спортсмены разминались и участвовали в соревнованиях, их активно поддерживали родители, а тренеры давали рекомендации. Родители должны только хвалить. Тренер может поругать, а родители должны поддерживать все успехи и отмечать ребенка. Любой его шажочек, любые какие-то его положительные моменты все надо отмечать, особенно если он играет на соревнованиях. Весь пьедестал первенства Приволжского федерального округа среди игроков до 13 лет заняли воспитанники спортшколы клуба «Факел Газпром». Победителями стали юные спортсмены школы Алиса Усманова и Кирилл Кантаев. Ребята будут представлять Приволжский федеральный округ на первенстве России. Соревнование пройдет с 10 по 14 мая в Чебоксарах. Елена Кудаева, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в наших социальных сетях. С вами была Екатерина Хигай. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok